ПОСЛЕДНИЕ ТАЙНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА СЕМЬЯ ГИТЛЕРА В основе гитлеровской идеологии нацизма лежал миф о чистоте расы. Главное происхождение. В роду последователя фюрера должны быть только немцы. Из-за происхождения многих выгнали из партии и даже казнили. При этом происхождение самого фюрера оставалось тайной. Оказывается, его предки были далеки от нацистского идеала рас и господ. Сам Гитлер говорил, «Никто не должен знать, кто я, и пусть никто не узнает, откуда я и из какой семьи». Что касается семьи, Гитлеру было что скрывать. Да и сам он не все знал. Единокровный брат Гитлера, Алоис, был двоеженцем. Сестра Паула была помолвлена с нацистом-убийцей. Племянница покончила с собой. Дальнего родственника убили его же приспешники. Один племянник погиб на Восточном фронте. Другой объявил Гитлеру войну. Я собираюсь принять самое активное участие в ликвидации этого человека, моего дяди, который обрушил на мир столько зла. У идеологов нацизма семейное древо Гитлера вызвало бы много вопросов. Диктатор тщательно скрывал свою родословную. Сегодня даже о его ближайших родственниках известно немного. Что-то умалчивалось, что-то потеряно с годами. Историки восстанавливают детали по кусочкам. Диктатор, помешанный на расовой чистоте и идее сверхчеловека, сам имел весьма сомнительное происхождение. Если почитать историю его семьи, открывается столько всего неожиданного. Думаю, у Гитлера был один выход. Скрывать свое происхождение за семью печатями. Может, Гитлеру и удавалось держать свою семью в секрете от народа. Но, похоже, даже прошлое фюрера не могло укрыться от щупалец тайной полиции Рейха. В январе 1944 года личный секретарь Гитлера Мартин Борман получил от начальника СС Генриха Гиммлера настоящую бомбу. Секретные данные о родственниках фюрера. Гиммлер дал поручение гестапо проверить слухи, будто у Гитлера были родственники в австрийском Граце. Агенты СС отыскали кое-кого из родственников фюрера, назвав их полуумными и ненормальными. Дело пахло скандалом. Неизвестно, знал ли сам Гитлер о том, что гестапо копается в его австрийских корнях. Расследование привело агентов СС в дом семьи Файт в Граце. Были конфискованы фотографии и документы, в том числе личные письма отца Гитлера. Бомба едва не взорвалась. Семейство Файт действительно родственники Гитлера. И главное, в семье были душевно больны. В частности, двоюродная сестра Гитлера, Алоизия Файт. Несомненно, и у других членов семейства Файт имелись признаки душевной болезни. В этой семье имелись проблемы. А если копнуть поглубже, становится очевидно, предыдущие поколения семьи тоже страдали психическими заболеваниями. Возникает вопрос, не было ли в семье Адольфа Гитлера генетической предрасположенности к расстройствам психики. Двоюродная сестра Гитлера, Алоизия Файт, страдала шизофренией. Долгие годы она провела за стенами психиатрической больницы. Как и десятки тысяч других инвалидов и душевнобольных, она была признана нацистами недостойной жизни. Как и многие другие, она попала в Хартхайм. В Хартхайме находилось учреждение, одна из так называемых клиник, куда в серых автобусах свозили детей, а позднее и взрослых. Особый совет врачей, социальных работников и психиатров признавал их недостойными жизни. Людей с ограниченными возможностями, не способных к полезному труду, приговаривали на этом основании к смерти. Это называлось эвтаназией. В декабре 1940 года больная шизофрения и двоюродная сестра Гитлера Алейзия Файт была уничтожена в газовой камере в Хартхайме. Однако ребром стоял еще один вопрос касательно семьи фюрера, и его нельзя было разрешить с помощью газовой камеры. Я прошу народ Германии никогда не слушать глупой и лживой речи этих космополитов-евреев. Когда в 20-е годы нацисты вышли из тени, политические противники Гитлера стали копаться в его происхождении, особенно по линии отца. Ходили слухи, что у Гитлера есть еврейская кровь. Это была бы политическая бомба, человек, который так ненавидит евреев, сам еврей. Сокрушительный удар по антисемитизму. Когда его происхождение подвергли сомнению, Гитлер обратился к человеку, когда-то жившему здесь, специалисту по генеалогии Карлу Фридриху фон Франку. Франк реконструировал семейное древо Гитлера на несколько столетий назад. Гитлер был удовлетворен и дал добро на публикацию. Он писал Франку. Насколько мы с сестрой знаем, все верно. Но Франк сделал непоправимую ошибку, включив в список имя Соломон. Противники Гитлера уцепились за еврейское имя. Газеты наперебой кричали о возможных еврейских корнях фюрера. Печатались фотографии еврейских надгробий с фамилиями, похожими на Гитлер. Выяснилось, что фамилия очень распространена среди еврейского населения одной из областей Польши. Работе фон Франка не удалось развеять слухи о еврейских корнях Гитлера. В докладе Франка говорится о том, что мать Гитлера была служанкой в еврейской семье. Возможно, в этом и есть вся связь с евреями, но доподлинно ничего не известно. Главная проблема осталась. Люди по-прежнему говорили о том, что в фюрере течет еврейская кровь, и его самого это мучило. Мучило все время, пока он стоял у руля. В начале 20 века в Америку эмигрировало немало евреев по фамилии Гитлер. Записи о них сохранились в архиве иммигрантской службы на острове Элис. Но как же масштабное исследование, проведенное Франком? После войны бумаги с родословной Гитлера спрятали. В 1945 году их затолкали в канализационную трубу в доме фон Франка. Через несколько лет бумаги обнаружились в углу потайной комнаты, скрытой за книжными полками. Уцелевшие фрагменты тщательно очистили и восстановили по кусочкам в Национальной библиотеке Баварии. Историки повторно изучили документы и не обнаружили в семье Адольфа Гитлера евреев. И все же предки Гитлера были далеки от нацистского идеала. Его мать и отец были дальними родственниками, и многие поколения их предков состояли в родстве. В небольших деревнях браки между членами одной семьи были в порядке вещей, где еще было найти супруга. Так было и в крохотных деревнях Австрии. Тогда она была в составе Германии. Но, по мнению местного священника, отец и мать Гитлера состояли в слишком тесном родстве. Обвенчали их только по особому разрешению Ватикана. Адольф Гитлер родился в 1889 году. Его дедушки с бабушками жили в деревне Шпиталь. У всех были общие предки. И именно в этой семье родился ребенок, написавший, возможно, самую чудовищную главу в истории человечества. Необычайное открытие было сделано во Франкфурте. Оно проливает свет на жизнь любимого маменькиного сынка, впоследствии ставшего во главе массовых убийств и втянувшего мир в войну. Эта женщина рассказала удивительную историю. Она называет себя приемной дочерью единокровного брата Гитлера, Алаиса. Она изменила внешность и скрывает настоящее имя. Зато она раскрыла неизвестную страницу истории семьи Гитлера. В 45-м году Алаис Гитлер и его жена Хедвик предположительно бежали из Берлина в Гамбург. В городе брат Гитлера с женой поселились в меблированных комнатах. Они удочерили ребенка вдовы-домовладелицы. Сегодня эта женщина согласилась показаться перед камерой. Нам сказали, что Адольф его сводный брат. А вообще мы знали обо всем урывками, но нам велели никогда ничего не рассказывать посторонним. Я помню статного седого мужчину с усами. Забавно. Усы были такие же, как у Адольфа. Но для Алаиса общая фамилия и внешняя сходство с нацистским диктатором после падения Рейха стали обузой. Алаис Гитлер сменил фамилию на Гиллер. Но от прошлого не убежишь. Ведь всю жизнь он был братом великого и ужасного фюрера. Братья любили и ненавидели друг друга. Но едва ли Алаис гордился Адольфом, иначе не стал бы вот так скрываться в Гамбурге. Не думаю, что гордился. После войны в Гамбург к Алаису и Хедвик приехали еще двое членов семьи Гитлеров. По некоторым данным, это были двоюродный брат Адольфа Ганс и его жена Эрна. Тетушка Эрна собиралась написать о семье книгу. Источником сведений стал брат Гитлера Элейс. Она сумела расспросить его обо всех деталях и использовала их в книге. 400 страниц семейной хроники так и не были опубликованы. Сегодня мы узнаем какие тайны она скрывает. Многие записи о Гитлере подделка. Результаты исследования бумаги и гарнитуры шрифта показали, что эта рукопись подлинная. В начале рукописи описано детство Гитлера в Браунау Амин в Австрии. Его отец таможенный инспектор очень гордившийся своей работой был жесток с женой и детьми. Эрна Гитлер пишет, что отец бил маленького Адольфа, а мать старалась заслонить его собой. Будущий диктатор был сильно привязан к матери. Он был очень близок с матерью. Классический маменькин сынок. Отца не любил, тот был с ним суров, бил его, и мальчик находил защиту у матери. Его отец Алоис скончался в 1903 году, зайдя в трактир выпить свой привычный утренний бокал вина. Мать Клара умерла от рака четыре года спустя. Лучше всего отношение Гитлера к родителям выражает одна фраза из Mein Kampf. Я уважал отца, но любил мать. Слово «уважал» здесь ключевое. В таких условиях формировался характер Адольфа Гитлера, и именно поэтому он стал тем, кем стал. Как и его отец, Адольф имел интимную связь с родственницей. Она привела к трагическим последствиям. Гитлер арендовал загородный дом на горе Оберзальцберг, неподалеку от живописного курорта Бергстесгаден. Его единокровная сестра Ангела приехала вести хозяйство и привезла с собой дочь Гелий. Это была роковая ошибка. Дядя Адольф увлекся молодой племянницей. Конечно, это были очень странные отношения. Все же она его племянница. Жила в его доме, потому что ее мать вела хозяйство. Похоже, она вскружила ему голову. Может быть, он даже планировал вступить с ней в интимные отношения, но неизвестно, произошло ли это или нет. В любом случае, они были чрезвычайно близки. Гелий постоянно сопровождала дядю Адольфа в поездках. Присутствовала и на официальных партийных съездах в берлинском дворце спорта, где Гитлер произносил свои зажигательные речи. Популярность ее дяди поражала Геле, но она с трудом выносила его постоянный контроль. Как пишет Эрна, жена Ганса, Гиллер ограничивал личную жизнь племянницы, та не знала, как вырваться из этого круга, не доверяла даже собственной матери. Она переехала в роскошные апартаменты Гитлера в Мюнхене, ставшие ей золотой клеткой. Впав в серьезную депрессию, она называла Гитлера чудовищем. «Невозможно представить, что он от меня требует», говорила она. В сентябре 31-го года Геле была найдена мертвой в квартире дяди. Казалось, будто она застрелилась из его пистолета. Полагаю, убийство можно исключить. Накануне Гитлер уехал в Гамбург держать речь. Когда Геле стреляла в себя, он, несомненно, был в Гамбурге, так что убийство исключено. И все же он подавлял Геле своим властным поведением, и, безусловно, это подтолкнуло ее к самоубийству. Гитлеру удалось избежать серьезного политического скандала. Мать погибшей не выдвигала обвинений против сводного брата. Приобретая все большую власть, Гитлер стал чаще бывать в загородном доме в Оберзальцберге, превратив его в свою резиденцию в Баварских Альпах. Сюда потянулись толпы поклонников Гитлера и приверженцев нацизма. Резиденцию обнесли высокой оградой. Соседям, например, хозяину гостиницы Карлу Шустеру, не понравился такой внезапный наплыв гостей-нацистов. Но где ему было победить в этом споре? Сестра Гитлера обратилась к секретарю-фюрера Мартину Борману. И хозяин гостиницы оказался в концлагере Дахау. Они прислали за отцом такси. Это было ужасно. Никогда не забуду, как мать легла на дорогу перед машиной. Сопротивление было бесполезно. После трех недель в Дахау хозяину пришлось продать гостиницу и уехать. Ангела Раубаль лично следила за его выдворением. Не только Ангела пользовалась высоким положением Адольфа. Его брат Алоис был двоеженцем. От первого брака с ирландкой Бриджит Доулинг у него был сын. Уильям Патрик Гитлер. Когда Гитлер стал знаменит, Уильям Патрик продал семейную историю репортерам. Гитлер был в ярости, назвав его несносным родственником и отвратительным племянником. Я всего в одном шаге от вершины. Я мог бы стать даже канцлером, а моя же собственная семья меня уничтожает. Гитлер племяннику Уильяму Патрику 1930 год. Но несмотря на компрометирующие рассказы отвратительного племянника, в 1933 году Гитлер все же становится канцлером. А несносный родственник вскоре извлек из положения дяди немалую выгоду. Племянник Вилли Гитлер живет в Лондоне. Его дядя становится канцлером Германии. Уже через несколько месяцев Вилли объявился в Берлине, щеголяя фамилии Гитлер. Гитлер. Уильям Патрик Гитлер негодяй и приспособленец. Он извлекал выгоду из своего имени из отдаленного родства с фюрером. В Лондоне фамилия Гитлер была помехой. Но в империи она сослужила Уильяму Патрику хорошую службу. Я ознавал этого Уильяма Патрика Гитлера. Все называли его только Гер Гитлер. Такая форма вежливости. Я бы не назвал его умным человеком, скорее ограниченным. Ни образования, ни особой эрудиции. Хотя племянник ему изрядно досадил, Гитлер помог тому получить место бухгалтера в правительстве. Но Уильяму Патрику этого показалось мало. Он шантажировал дядю, угрожая очернить его в британских газетах. Со стороны Вилли это был грязный шантаж. И самое удивительное, что он сработал. Гитлер устроил отвратительного племянника на новую работу. Продавцом на автомобильную фабрику «Опель». Шесть лет Уильям Патрик наслаждался жизнью в империи дяди. Его отец, единокровный брат Гитлера Алоис, двоеженец, тоже нажился на фамилии, открыв ресторан Алоис на Виттенберг Плац в Берлине. Популярность ресторана росла, а здесь стали часто бывать представители нацистской элиты. Хайль Гитлер Гер Гитлер приветствовали посетителей хозяина. В 1937 году Алоис захотел расширить заведение, но домовладелец еврей был против. Тогда брат Гитлера написал в единственное работавшее тогда объединение — Германский трудовой фронт, находившийся под контролем нацистов. Дескать, пора положить конец тому, чтобы евреи владели домами. Еврей-домовладелец в страхе бежал в Голландию. Алоис расширил ресторан. Благодаря огромной политической власти своего единокровного брата он пользовался большими привилегиями. тридцать тридцать восьмой год. Аннексия Австрии. Триумфальное возвращение Гитлера на родину. Как фюрер и канцлер германской нации и рейха я объявляю перед лицом истории о вхождении моей родины в состав германского рейха. область Вальтфиртель в Нижней Австрии где родился Гитлер была объявлена в отчины фюрера. На кадрах пропагандистской хроники видны австрийские деревушки украшенные нацистскими флагами. С 12 века в местечке Доллерсхайн проводились ярмарки. Здесь родились бабка и дед нашего фюрера. А вот сам фюрер похоже не очень-то любил эту сельскую глухомань, где его предки трудились в поле и вступали в родственные браки. Гитлеру не нравилась вся эта суета. Он в ней участия не принимал. Всего раз проехал через эту область Нижней Австрии, даже не остановившись. В идеологии нацистов кровь и почва играли важную роль. Но Гитлер не любил сельской австрийской почвы, на которой росли его предки. Его родные места отдали под военный полигон. В воздухе запахло войной. Пожив в нацистской Германии в свое удовольствие, отвратительный племянник Гитлера Уильям Патрик решил бежать. В феврале 1939 года он с матерью приехал в Нью-Йорк, в очередной раз воспользовавшись родством с Адольфом. Я уверен, что действия Гитлера в Европе не сулят человечеству ничего хорошего. Неожиданный поворот для человека столько получившего от дяди при помощи шантажа. Я надеюсь, здесь, в Америке, мои усы никого не испугают. Самое главное, душой я на правой стороне. Мать Вилли написала книгу «Мой деверь Адольф Гитлер», а Уильям Патрик гастролировал с рассказами о дяде Адольфе. В интервью популярному журналу «Лук» Уильям Патрик разыграл жертву, тогда как на самом деле именно благодаря дяде он получил работу и приобрел влияние в нацистской Германии. Сперва его выступления вызывали интерес даже среди американских евреев. В Чикаго Уильяма Патрика пригласили выступить в знаменитой синагоге Анше Эммет. Он пообещал раскрыть глубину германской души, но ничего не вышло. Племянник Гитлера больше никого не интересовал. Уильям Патрик написал президенту, что хочет участвовать в войне против нацистской Германии. Племянник Гитлера вызвал подозрение у ФБР, но все же в 44-м году его приняли в МС США. Бомба! Гитлер вступает в МС США, но не Адольф Гитлер. Перед вами племянник фюрера Уильям Патрик Гитлер. Ему 32 года. Он прибыл из Англии 5 лет назад. Сердце дядюшки Шикльгрубера развито. Как матрос в МС США я собираюсь принять самое активное участие в ликвидации этого человека, моего дяди, который обрушил на мир столько зла. Но служба Уильяма Патрика продлилась недолго. Сыграв свою скромную роль в пропаганде, он прослужил во флоте всего 2 года и затем канул в лету. Уехав из Германии еще до Второй мировой, до того, как начались все эти ужасы нацизма, он ничего не мог толком рассказать. Он больше не представлял интереса. То, что стало известно о Гитлере и зверствах Третьего рейха, затмило все, что мог поведать Уильям. Он там не был, и рассказать ему было нечего. Вот о нем и забыли. Уильям Патрик не сыграл значительной роли в войне, зато другой племянник Гитлера побывал в самом пекле, на Восточном фронте. Это был второй сын Алоиса, но от другой жены, Кедвик. Хайнц Гитлер служил в чине унтер-офицера артиллерийского полка в кампании против Советского Союза. В отличие от Уильяма Патрика, Хайнц Гитлер не требовал никаких привилегий. Служба была опасная. Семья опасалась, что с такой фамилией на войне еще опаснее. Мама и папа всегда говорили, мы не хотим, чтобы он шел на фронт. Мне кажется, даже Адольф Гитлер не хотел отпускать его на фронт. Но Хайнц Гитлер был непреклонен. Его недосчитались зимним вечером в январе 1942 года. Попав в плен Красной Армии, он оказался в печально знаменитой Бутырской тюрьме. Русские знали, что Хайнц родственник Гитлера, едва ли с ним церемонились. Допрос проводили с особой жестокостью. В документах говорится, что его даже пытали. Вскоре племянник Гитлера умер в тюрьме. В апреле 1945 года, после прорыва Восточного фронта, несокрушимая Красная Армия вторглась в Нижнюю Австрию на родину предков Гитлера. Советские войска были беспощадны. Красная Армия буквально уничтожила Австрию, развернув здесь военный лагерь и выслав всех местных жителей. Родина Гитлера могла стать чем-то вроде места паломничества после победы над ним. И чтобы не допустить этого, нужно было уничтожить это место и выселить всех, кто тут жил. Йозеф Понштингл был тогда ребенком. Мы думали, нас расстреляют, а перед этим заставят вырыть себе могилы. Но у русских были другие планы. Пленников отвезли на кладбище в Долерсхайме на могилу бабки Гитлера. Они привезли нас на могилу Шикль-Грубер, бабки Гитлера и приказали уничтожить надгробие. Похоже, русские что-то искали, но нашли только фрагменты гроба и груду костей. Офицеры приходили несколько раз, перебирали кости, но мы не знали, чего они хотят. Они искали не там. На кладбище было лишь надгробие. Сама бабка Гитлера была похоронена где-то еще. Раскопки на кладбище в Долерсхайме в конце концов прекратились. Они ничего не нашли и тогда их главный офицер сказал по-русски «Черт бы побрал эту старую шлюху». Так и сказал «Черт бы побрал эту старую шлюху». Но красноармейцы охотились не только на мертвецов. У них был приказ выследить всех живых родственников Адольфа Гитлера. Все, кто был связан с Гитлером, родственники, сводные братья, дяди, племянники, все попали в расстрельный список. Войдя в Нижнюю Австрию, солдаты Красной Армии стали делать то же, что делали, пока то медленно, то рывками продвигались на запад. Насиловали, грабили, буквально терроризировали местное население. Конечно, сегодня русские отрицают, что Красная Армия творила все эти бесчинства, но нам о них достоверно известно. Это был настоящий террор местного населения, что в Берлине, что в Нижней Австрии. Многие до сих пор с ужасом вспоминают те времена. Одной из жертв стал дальний родственник Гитлера Адольф Копенштейнер. Аккордеон был одним из немногих развлечений, оставшихся у ребенка, когда красноармейцы заняли его родную ферму. Мои отец и мать никогда никому не причинили вреда. Отец очень боялся красноармейцев. Они выкопали перед домом большую яму. Я был там с ними. Они собирались в ней прятаться. Это семейная фотография сделана всего за неделю до вторжения Красной Армии в Нижнюю Австрию. Красноармейцы разграбили ферму Копенштейнеров, перебили скот и угнали родителей мальчика. Красноармейцы сказали, что забирают родителей на допрос, но мы знали, что больше их не увидим. По словам Копенштейнера, его отца Игнация и мать Марию пытали до тех пор, пока те не сознались, будто участвовали в развязывании Второй мировой войны. Их приговорили к 25 годам исправительных работ. Они так и не вернулись. Мы жили надеждой, что однажды они вернутся. Но они не вернулись. Ни строчки, ни весточки. Мы ничего не знали. Мы не знали. Это было очень давно. Но Адольфа Копенштейнера до сих пор мучают кошмары. Сказать по правде, мне до сих пор страшно. Я все еще боюсь. Почему? Кто его знает, что будет завтра? Даже дальний родственник, не участвовавший в преступлениях нацизма, расплачивается до сих пор. Адольф Гитлер оставил родственников и весь немецкий народ на произвол судьбы, когда Красная Армия превратила в руины некогда великий германский рейх. Незадолго до конца, в апреле 45-го года, Гитлер отдал помощнику Юлиусу Шаубу последний приказ уничтожить все личные документы фюрера. Нужно было ехать в Баварские Альпы, в загородную резиденцию Гитлера Бергхоф, неподалеку от Берхтесгадена. Резиденцию окружали казармы и дома нацистской элиты. К тому времени война сюда еще не добралась. Войдя в дом, Шауб опустошил сейфы и уничтожил все, что могло содержать сведения о личной жизни диктатора и о его семье. Первой в Берхтесгаден вошла 7-я пехотная дивизия США. Многих близких Гитлера, в том числе младшую сестру Паулу, выследили и допросили. Подчиняясь воле Гитлера, его родная сестра Паула поселилась в Вене под вымышленным именем Паула Вольф. В последние дни войны брат эвакуировал ее в Альпы. Свои дни она окончила в крохотной двухкомнатной квартирке рядом с железной дорогой. Ее обыскали и допросили. Она рассказала союзникам все, что знала, но она-то была мелкой рыбешкой. Да, она носила фамилию Гитлер. Да, она его родственница, но в политике Третьего Рейха она рули не играла. В конце 50-х годов пресс-атташе вооруженных сил США Джасперу Буну удалось взять интервью у сестры Гитлера. Это бывшая приемная Гитлера в Бергстес-Гадене. Над ходом по-прежнему висит орел, символ Рейха, только без свастики. В обмен на интервью Бун пообещал познакомить Паулу с ветераном Первой мировой, воевавшим вместе с ее братом Адольфом. Она подписала согласие Паула Гитлер. Сестра Гитлера не испытывала никакого раскаяния. Она сказала, это была идея брата строить автобаны. Мой брат спас Германию от коммунизма. И Volkswagen его идея. Он дал народу работу, ведь страна была в глубочайшем кризисе. Еще она сказала, вспомните, как ненавидели Наполеона его современники, а сегодня он национальный герой, о нем пишут книги. Вот увидите, с моим братом будет то же самое. Она считала, что ее брат не виновен в военных преступлениях нацистов. А еще она вовсе не считала, что ее брат в ответе за все злодейства Второй мировой, в частности, за геноцид евреев. По ее мнению, Гиммлер и его люди преуспели в этом деле куда больше, чем предполагал Гитлер. Паула Гитлер была помолвлена с человеком, стоявшим за многими из верств, творившихся во времена режима нацистов. Это был доктор Эрвин Екелиус, врач Венской психиатрической клиники Амштайнхоф. Именно в этой клинике долгие годы содержалась Алоизия Файт. Больная шизофренией двоюродная сестра Гитлера, пока не попала под нацистскую программу эвтаназии. Жених Паулы Гитлер принимал в этой программе активное участие. Он отправил в газовые камеры свыше четырех тысяч больных. Неизвестно, знала ли Паула об этих массовых убийствах. Даже если и знала, они не заставили ее отвернуться от жениха. Сам Адольф Гитлер волевым решением не дал браку состояться. Он отдал приказ гестапо отправить доктора Екелиуса на Восточный фронт. Тот попал в плен и умер в советской тюрьме в 52-м году. Что касается Паулы, ей позволили относительно неплохо дожить свой век на пенсии. Она поселилась на любимом альпийском курорте Гитлера. У нацистов был специальный закон касательно родственников. Если кого-то арестуют, вместе с ним арестуют и всю семью. Многие считали, что она не заслужила тихой и спокойной старости, при том, что Гитлер отправил столько людей в концлагеря. Но власти США сочли ее вполне безобидной фигурой. Паула не принимала особого участия в злодействах Третьего рейха. Так в ответили сестра за преступления брата. вопрос трудный. Это всегда трудно, не ли? А по ту сторону Атлантики родственники Гитлера живут и процветают. Уволившись с военной службы в 1946-м, отвратительный племянник Уильям Патрик надолго пропал. Много лет спустя поиски приводят на Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Я думаю, после войны о нем совершенно забыли, потому что он никому не был интересен. Особым умом Уильям Патрик не отличался. Им воспользовались для пропаганды, а потом списали со счетов. Уильям Патрик стал Вилли, гражданином США. Он сменил имя на Патрик Стюарт Хьюстон, однако своего первенца назвал Александром Адольфом. У них с женой немкой Филлис было четверо сыновей. Благодаря Филлис семья избавилась от проклятой фамилии. Я бы не сказала, что они были скрытными, но все же держались обособленно. она была вполне приветлива, но всегда ощущалась какая-то грань, которую нельзя пересекать. Она словно говорила, не задавай лишних вопросов. Семья поселилась в маленьком городке на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. В нацистской Германии дядя Адольф подыскивал Уильяму Патрику работу. В Америке ему пришлось самому думать, как заработать на кусок хлеба. Я помню двух или трех, кажется, трех пациентов из больницы. Ветеранов Второй мировой. У них была контузия или какое-то психическое расстройство. А в доме Стюарт Хьюстонов они получали полный пансион. Позже Вилли открыл на дому частную лабораторию по анализу крови. Тогда в штате Нью-Йорк для вступления в брак требовался анализ крови. Сами того не зная, многие пары делали анализ крови у Гитлера. Лишь много лет спустя соседи Стюарт Хьюстонов узнали, кем были те на самом деле. Сказать по правде, я была в шоке. Но это объясняло, почему они держались так обособленно. Я так переживала, особенно за детей, ведь им приходилось скрывать такую тайну. Так жалко их. Сегодня сыновья Уильяма Патрика Гитлера живут в Америке под другим именем. Двое занимаются ландшафтным дизайном, третий социальный работник. Детей у них нет. Они не пожелали рассказывать о своем прошлом. Уильям Патрик Гитлер скончался на Лонг-Айленде в 87-м году. Его отец Лоис умер в 56-м и похоронен вместе с Хедвик, Эрной и Гансом Гитлером в Гамбурге. Единокровная сестра Гитлера Ангела Раубаль умерла в 49-м году под Мюнхеном. У нее было двое детей и шестеро внуков. Паула Гитлер скончалась в 60-м году под Бергстес-Гаденом. Детей она не имела. Сегодня родственники Адольфа Гитлера проживают в Соединенных Штатах, Германии и Австрии. Адвокаты никого к ним не подпускают. Гитлеры не желают говорить об истории семьи. Они живут среди миллионов людей, пострадавших от кровавого правления их предка, возможно, главного злодея в истории. Адольфа Гитлера. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Денис Некрасов. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok